МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добро пожаловать на Рассвет Пробуждения. Я Гермес Фалькао-младший. И снова очень рад вас видеть. Бог делает много удивительных дел через эту программу. Я призываю вас приготовиться, потому что этот день сотворил Господь. И мы будем радоваться и веселиться в этот день. Сегодня мы будем говорить об искусстве евангелизации. Мы будем говорить сегодня именно об этом. На протяжении последних двух дней со мной был мой друг Рене из Чикаго. Мы говорили о важности близких отношений с Духом Святым. Это были удивительные выпуски, и вам стоит посмотреть их. Вы можете зайти на наш канал на Ютубе и посмотреть эти выпуски. Кроме того, они доступны на Фейсбук. Но сегодня я ощутил призыв ободрить людей, чтобы они сделали шаг вперед и начали приводить других к Иисусу. Вот почему я решил позвонить своему другу из города Хельсинки, Финляндии, Йонасу Махонену, и снова с нами. Привет, брат. Ты слышишь меня? Слышу. Только отключи звук с Фейсбука на своем телефоне. Или, точнее, уменьши громкость. Я вижу тебя. Рад тебя видеть. Очень рад тебя видеть снова, брат. Как думаешь, такого расстояния между нами достаточно? Нет, мы находимся слишком близко. Будь осторожен. Я рад, что снова могу участвовать в твоей прямой трансляции. Спасибо, что пригласил. Это чудесно. Мы всегда проводим чудесное время. Я люблю общаться и чудесно проводить время в Господе. Я знаю, что наши зрители также рады слышать сегодня тебя. Надеюсь. Я тоже. Если же вы не знаете Йонаса, то сейчас он быстренько представится вам. Расскажи людям вкратце, кто ты. Ты дитя Божье и живешь в Хельсинки, но... Хорошо. Я простой парень, который любит Иисуса. Я был запутавшимся парнем, который ходил во тьме. Но пять с половиной лет назад я обратил свой взгляд на Иисуса. И это случилось через непростые обстоятельства. И теперь я очень рад быть здесь. Отружусь для Господа и встречаюсь с такими же удивительными людьми вроде тебя. И еще я хочу добавить, что я делюсь Евангелем, исцеляя больных и занимаюсь бизнесом для Господа. Аминь. Я позвонил тебе вот почему. Ты не просто мой друг. Я видел, как Господь использовал тебя в мире работы. За пределами церкви. Я видел, как Господь использовал тебя в Финляндии, когда я бывал там. Иногда мы с тобой вместе шли в ресторан, и ты начинал молиться за официанта или официантку, или делился с ними словом знания. И они ощущали прикосновение Господа прямо там. в ресторане. Я помню, как ты был в Бразилии, и мы гуляли вместе. И тут ты внезапно получал слово для кого-то прямо на улице. И этот человек начинал плакать. Он переживал прикосновения Божьи. и открывался для того, чтобы принять Христа. Я верю, что ты поделишься сегодня чем-то с нашими зрителями. Многие люди хотят, чтобы Бог использовал их. Это верующие, исполненные Духом. Как вам сделать шаг вперед и преодолеть преграду страха? Ты можешь рассказать немного о том, как ты начинал свой путь? Да. Для начала, это весьма некомфортная зона. Нам тяжело начинать делать что-то новое. Для обычных людей весьма трудно взять и пойти самим. Я по природе экстраверт. Это было для меня очень трудно в самом начале. Да, ты не типичный финн. Абсолютно не типичный. Американский финн. И даже мне пришлось идти на это с другими людьми, чтобы они научили меня. Вот почему для начала вам стоит пойти с людьми, которые уже занимались евангелизацией, и это естественно для них. Во-вторых, вам нужно смириться и быть готовыми к тому, что над вами будут насмехаться. И в-третьих, вы должны понимать, что делаете не свою работу, а Божью работу. А это значит, что Дух Святой поддержит вас. я считаю, что это три основных правила. Во-первых, не идите сами, если вы начинающий. Отправляйтесь в миссионерскую поездку с нами, да? На самом деле, вы можете мобилизоваться и активироваться во время миссионерской поездки. Во-вторых, вам нужно смириться и подготовить свой разум к тому, что вы можете потерпеть неудачу и опозориться. И в-третьих, я хочу прервать тебя на секунду. Даже ученики потерпели неудачу, когда пытались выгнать беса. Тогда они сказали, Господь, Господи, мы не можем изгнать беса. Фактически, тот человек жаловался на них. тогда Иисус пошел и изгнал того беса. Они тоже терпели неудачи. Все верно. И это подводит нас к третьему шагу. Доверяйте Господу. Вы должны верить в то, что Он поддержит вас, куда бы вы ни пошли. Вначале ты стеснялся, когда рассказывал о своей вере? Да, я стеснялся на протяжении многих месяцев. А в некоторых сферах я немного стесняюсь до сих пор. Ты не шутишь? Нет, когда ты идешь свидетельствовать сам и оказываешься в сфере стыда, то это весьма нелегко, особенно, когда ты делишься Евангелем с незнакомыми людьми. да. Но также бывают моменты, когда ты ощущаешь себя в безопасности с Господом. И ты знаешь, что у тебя есть свидетельство, которое может изменить жизнь или взгляд человека на мир. И когда ты делишься своим свидетельством, своими переживаниями с Господом, ты сеешь семя и об остальном позаботиться сам Господь. Да, слава Богу. Ты был личным тренером в спортзале, да? Ты использовал те возможности, что были у тебя, чтобы молиться за клиентов, чтобы приводить их ко Христу. Кроме того, ты шеф-повар. Я знаю, что ты работал с людьми, которым нужны были разные диеты. и ты также использовал эту возможность для того, чтобы приводить людей ко Христу. Ты можешь рассказать нашим зрителям о том, как приводить людей ко Христу там, где ты работаешь? Как трудно это? Насколько это сложно? Да, конечно. На самом деле, это весьма интересно. Когда люди приходят ко мне как к личному тренеру, то часть моей работы состоит в том, что интересно потому, что люди говорят о работе, это часть моего работы compartilять Евангелие с этими людьми. Чтобы определить их проблемы. Иногда это физические проблемы, иногда эмоциональные, иногда психологические. Вот почему так важно быть чувствительным и понимать, когда молиться, а когда не молиться. И ты должен быть очень сенсивным к понять, когда орать и когда не орать. я понял, что когда есть атмосфера и молитва выглядит уместной, я говорю людям, я просто христианин, который молится за людей, и я вижу, как люди исцеляются. Вы не против, если я помолюсь за вас? это простой вопрос, позволяет понять, открыт ли человек для молитвы или нет. если вам говорят нет, я не хочу, чтобы ты молился, то обычно я говорю, это бесплатно, но зачем вам отказываться от этого? Я не принимаю первый отказ. Расскажи нашим зрителям историю сотрудники или клиенте, которого ты привел к Господу. Ты рассказал мне о том, что некоторые из них даже крестились. историю ты компания о Евангелии к человеку работал с тобой. Я даже думаю, в локальной работе. Расскажи нам историю какую-нибудь. У меня был один коллега, также личный тренер. Он часто занимался йогой. Он увлекался нью-эйдж и прочими странностями. я свидетельствовал ему. Я рассказал ему свое свидетельство о том, как Бог воскресил меня из мертвых. И он сказал мне, что сам молится, но он молится вселенной. Это были какие-то странные вселенские молитвы. И когда он говорил что он делал орать и ловил универс и говорил о орать жоях. Тогда я сказал ему, зачем тебе молиться чему-то, что ниже Творца и подчинено Ему? Я добавил, когда будешь молиться в следующий раз, обращайся к Иисусу. это намного лучше. Он Творец, он Сын Божий, он тот, через кого все было сотворено. Через две недели он подошел ко мне и сказал, «Йонас, ты не поверишь в это?» Я молился Иисусу последние две недели. И каждый раз, когда я молился Ему, у меня была гусиная кожа. Я ощущаю ее даже сейчас, когда рассказываю тебе об этом. Я больше не хочу молиться кому-то или чему-то кроме Иисуса. у него была непростая ситуация в жизни. Я молился за Него много раз, пока он не отдал свою жизнь Иисусу. И теперь он последователь Христа. Слава Богу, это удивительно. Все благодаря тому, что тебе хватило смелости, чтобы рассказать ему о Боге. И он не отреагировал на твои слова сразу же. Да, прошло два года. Два года, то есть ты посеял семя? Да. Не все происходит мгновенно, да? Не все люди, которым ты свидетельствовал, сразу же принимали Христа. Некоторые могут принять Христа сразу. Могут, но другим нужно время для того, чтобы переварить семя. Это вдохновляющая история. Ведь некоторые люди думают, что если человек не принял Христа сразу, если он не молился сразу, то все их усилия были напрасны. Это не так. Аминь. Есть еще какие-то истории исцеления, которыми ты бы хотел поделиться. Не в церкви, а за пределами ее. У меня был один клиент в спортзале. Академия. Это была женщина, которая очень любила заниматься. Она никогда не пропускала занятия из-за каких-то мелких проблем. И вот как-то она подошла ко мне и сказала «Ёнас, у меня сильное воспаление в глазу». Он слезится. Я не могу тренироваться сегодня. Тогда я сказал ей «Позвольте, я помогу вам». Я верю, что ситуацию можно исправить. Во имя Иисуса я приказываю этому глазу исцелиться прямо сейчас. Я положил руку на ее глаз, и ее глаз сразу же перестал слезиться. «Аллилуйя». Аллилуйя. И мы провели одну из лучших тренировок, которые только были. Простите, мне нужно отойти на минуту, чтобы открыть дверь, и я вернусь через минуту. Продолжай, Гермес. конечно. Это сильное свидетельство, он вышел за пределы своей церкви и начал практиковать христианство на работе. Многие говорят, вот бы мне выпала возможность, вот бы пастор дал мне микрофон, чтобы я сказал слово. Никто не признает мое служение. У вас есть возможность. Просто откройте свой рот и провозглашайте Евангелие. Йонас рассказывал о том, что не ждал микрофона. Он высвобождал силу Иисуса там, где находился. Не ждите микрофона. Делитесь Евангелем, куда бы вы ни шли. и если Бог захочет дать вам микрофон, то даст его вам и сцену в придачу. Не ждите света, не ждите сцены, не ждите телевидения. Откройте свой рот и проповедуйте Евангелие, где бы вы ни были. для этого не нужно много. Вам нужна смелость. Как он сказал женщине, позвольте помочь вам, я помолюсь за вас. И все. Или как он сказал другому парню, молись Иисусу, не молись вселенной. Все не так сложно, как мы думаем. Это мировоззрение. Скоро он вернется к нам. Я вернулся, брат. Я хочу передать привет пастору Ане из Бразилии. Ты знаешь ее? Привет, Анарад слышать тебя. Я буду вести с ней трансляцию в Инстаграме чуть позже. В восьмом часу по вашему времени или в девять в Бразилии. Мы будем молиться за больных в Инстаграме. Сегодня вы можете зайти в Инстаграм и присоединиться к прямой трансляции. Я никогда не проводил столько прямых трансляций, как в эти дни. Я хочу также передать привет пастору Диего из Форталеза. Аминь. А также церкви в Форталезе. Мы дружим очень много лет. Его мама также пастор в церкви. Мы близкие друзья. Я хочу передать привет и его церкви. Сегодня мы немного поговорим о проекте, который будет на следующей неделе. Брат Йонас, я говорил о том, что не нужно особых усилий, чтобы поделиться Евангелем. Многие люди ждут микрофона. Передай, пожалуйста, его мне. На, держи. Но ты прав, люди ждут, что им предоставят место и сцену, прежде чем начать делать хоть что-то. что-то. Вот именно. Расскажи нам немного об этом. Тебе пришлось как-то проповедовать на сцене с микрофоном. Но ты не ждал этого момента, чтобы начать заниматься служением. Я хочу, чтобы ты ободрил людей. Да, есть такое состояние в жизни, когда ты начинаешь понимать, что люди, которые не принимают Иисуса, попадут в ад. И у тебя возникает огромное желание поделиться радостной вестью с этими людьми. И если ты новообращенный верующий, то тебе может понадобиться несколько лет, чтобы впервые оказаться на сцене. Так что вы хотите ждать, когда вы окажетесь на сцене? При том, что внутри вы понимаете, что уже сейчас вам нужно проповедовать Евангелие, делиться радостной вестью и любовью Божьего сердца? Нет, вы должны поделиться этим с теми, кого уже увидите сегодня. Вы думаете, что в этот момент вокруг вас будут камеры? Нет. камеры и телевизион будет для вас? Нет. Поэтому прошу вас, смиритесь и забудьте про свет софитов. Бог видит вашу работу, когда вы делитесь Евангелем с другими. Аминь. Аминь. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»